Друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Яна. И сегодняшнее мое видео будет посвящено книжным покупкам. Небольшой заказик я делала опять в интернет-магазине Лабиринт. Там были очень хорошие скидочки. Не хочу с вами поделиться, что же я заказала. Мы опять снимаем вместе с Викой. Если вы слышите, она у меня там лежит, хрюкает. Викулька, привет! Привет, малышка! Скажи всем привет! Я лежу, отдыхаю, помогаю маме видео снимать. Викулька мне, значит, помогает. И я спешу с вами поделиться. Первая книга, которую я заказала, это «Почти неволшебные превращения для мам и дочерей». Издательство «Феникс». Она вот такого формата. Я немножко по-другому представляла. Она такая тоненькая. Автор Ирина Млодик. Она, по-моему, пишет книги по психологии. Очень много у нее хороших. В общем, я искала что-то там, искала. По психологии в итоге вот купила вот эту книжку. То, что хотела, не заказала, потому что не было в наличии. Многие мамы очень любят заботиться и поучать своих детей. Конечно, им есть, что передать своим маленьким дочкам. Даже совсем молодой маме есть, чем поделиться. Что уж говорить о более зрелых мамах. Но важно же не то, чему бы мама хотела научить своих дочек, а то, чему дочкам действительно стоит научиться. Эта книга волшебная, реальная школа для маленьких девочек и их заботливых мам. Отзывы очень хорошие на эту книжку. Я увидела и заказала. Потому что у меня две дочки. Но старшая, вот, к сожалению, книжки читать не сможет у нас. Ну, а младшая, дай бог, все хорошо. Я надеюсь, что я от нее сейчас спрячу, чтобы она не порвала эту книжку. А потом она ее почитает. Я вообще не знаю, что тут суть. Дело важно. Тут вот такие вот красочные картинки. Тут идут вот уроки. Видите, урок девятый, допустим. Ой, не видно, да? Вот, допустим, урок девятый. Волшебные сундуки. Вот. Урок восьмой, допустим, красавица и чудовище. И тут вот написано, видимо, какие-то психологические советы даны. В общем, я еще не знаю, что к чему. Но, в общем-то, книжка такая интересная, занимательная. Конечно, я представляла, что она будет потолще немножко. Но, в принципе, нормально. Здесь у нас 45 страниц. Вот. Очень приятное оформление. Действительно, очень красивые картинки художник постарался, конечно. В общем, буду я читать. И, может быть, кому интересно, я потом по прочтению могу оставить свое мнение об этой книге. Дальше, что я заказала. Это, опять же, автор Джоджа Моэс. Я уже в прошлом видео своем рассказывала, что мне очень нравится этот автор. Я хочу собрать всю коллекцию его, ее книжек. Вот. У меня есть две или три уже, я точно, честно, не помню. И я вот заказала очередные книжечки. Это не новинки. Или вот это, по-моему, новинка. Я уже не помню. Но, в общем, я хочу все прочесть. Это издательство «Иностранка». Мне очень нравится это издательство. Все книги у нее очень так оригинально оформлены. Мне нравятся. Вот видите, сколько их. Да, это одна из последних. «Ночная музыка» у нее. «До встречи с тобой». Я всем советовала ее прочитать. А есть уже «После тебя». Да, вот здесь ее в списочке еще нет. Но я советую прочитать книжку «До встречи с тобой». Прям советую-советую. Вот. Хочу собрать полностью всю коллекцию. Я думаю, что будут еще и новиночки. Вот. Белые очень такие приятные листочки здесь у нас идут. Здесь у нас речь идет о чем. Прочитаю сейчас описание. «Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в живописном местечке недалеко от Лондона. И вокруг этого особняка, который местные жители называют испанским домом, разгораются страстью. Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, это убежище от бурь и невзгод жизни, обрушившихся на нее после неожиданной смерти горячо любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, который занимается ремонтом дома и одновременно пытается безумно завышать свои расценки, выжить Изабеллу – это шанс получить испанский дом собственности. Для Николаса Трента застройщика – это возможность создать на месте старого дома роскошный поселок для элиты, а Байрон Ферд пытается хотя бы временно обрести крышу над головой. Желания героев не совпадают. Как далеко они готовы зайти, чтобы добиться своего? Впервые на русском языке». Извините, что так горяненько прочитала, что язык попытается. Вот, я думаю, будет очень интересно. Отзывы хорошие вообще на этого автора. Отзывы хорошие, интересно пишет, мне нравится. И вторая книжка тоже Джоджи Моэс «Один плюс один». Здесь немножечко вот другое оформление. Кстати, все книги вот у нее оформлены вот в таком стиле, а вот «Один плюс один» вот так вот немножечко отличается. Вот, что у нас тоже, наверное, да, иностранка как бы. И тоже белые листочки, все очень приятно, классно. Да, 2014 года эта книжка, может быть, поэтому немножко другое оформление. Так, что у нас здесь? Здесь 480 страниц и описание. «В жизни Джейс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и вкалывает на двух работах. У нее на руках двое детей. Сын подростка, которого школьные хулиганы избивают за то, что он не похож на других. Десятилетняя дочка с потрясающими математическими способностями, которой обязательно нужно попасть на Олимпиаду по математике. Кажется, все идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом коне. Эд Николс, преуспевающий компьютерщик, и именно его загородный дом время от времени убирает Джейс. Но у этого внешне благополучного человека все пошло наперекосяк. Своё будущее Эд видит исключительно в мрачных тонах, однако он не понаслышке знает, что такое одиночество, а потому хочет помочь Джейс и ее детям. Так начинается необычный любовный роман «История о встрече двух одиночеств». Вот. Тоже, думаю, будет интересно. Кто любит такого плана? «Историю» советую прочитать. Следующая книжка, которую я заказала, вообще не знаю, чем я руководствовалась, это больше книжка для подростков, как я поняла. «Девятая жизнь» Луи Дракса. Лиз Джейнсон автор. Это, по-моему, какая-то новинка. Что-то тут страшное похоже будет. В принципе, тут крупный шрифт такой. Я думаю, прочитается она быстро. 320 страниц. Здесь, в общем, в основу этой книги легли подлинные события, произошедшие в семье Лиз Джейнсон задолго до его рождения. Эта тайна мучила ее, и в конце концов появилась книга «Девятая жизнь» Луи Дракса. А теперь и фильм Александра Ажа. «Папа, мама, папа, сын и хомяк отправляются в горы на пикник, где и случается несчастье. Сын падает с обрыва, отец исчезает, мать в отчаянии». Но спустя несколько часов после гибели девятилетний Луи Дракс вдруг снова начинает дышать. И пока он странствует в сумеречном царстве комы и беседует со старшим Густавом, со страшным Густавом, или Густавом, наверное, да, человеком без лица, его лечащий врач Паскаль Доноше пытается понять, что же произошло в этой семье, что эти люди сделали со своей жизнью. Это что-то типа психологическое, наверное, я так понимаю. Я просто прочитала отзывы, что люди ждали эту книжку. Я вот тоже захотела прочитать. Буду читать. И если кому-то интересно, вы мне пишите в комментариях. Я обязательно буду оставлять отзывы на прочтенные мною книжки. У меня таки есть запасики. Я могу про какие-то другие вам рассказать. Извините. Следующая книжка, которую я заказала, это Чарльз Диккенс «Славка древности» и «Азбука Классика». Тоже издательство «Азбука». Вот мне нравится вот это оформление. Книжек, правда, это мягкий переплет, но они недорогие. У меня есть много книжек из этой серии. Ты мой сладкий, болтаешь, малыш. Помогает маме. Азбука «Санкт-Петербург». Это роман у нас. Здесь страницы более серые, не такие белые. Но, в принципе, мне не принципиально. 16 плюс у нас идет. Сейчас прочитаю описание. Вероятно, ни один из знаменитых персонажей самого популярного в 19 веке английского писателя Чарльза Диккенса не вызывал у читателей такого сочувствия, как Нелли Трент из романа «Лавка древностей». Олицетворение доброты, кротости и самоотверженности. Оставшись без крови над головой, маленькая Нелл и ее дедушка, хозяин старой антикварной лавки, вынуждены испытать на себе всю несправедливость и жестокость мира. Гротескным воплощением царящего в мире зла выступает в романе «Ростовщик Квилл. Урод и карлик, у которого и в облике, и в душе нет ничего человеческого». Эта фантастическая, готическая, сказочная, сентиментальная, реалистичная, в чем-то трагическая, в чем-то комическая повесть навсегда останется одной из любимейших книг Диккенса во всем мире. Вот тоже много хороших отзывов, давно я хотела ее почитать, заказать. Мне вообще нравится у этих книг, у издателей Спасбука, у этой серии книжек оформление. Такие картинки здесь красивые, художник прям постарался. Следующая книжка – это Джон Харрис «Шоколад». Тоже наподобие оформления, как у этой, только это Покетбук, наверное, правильно читается. Не знаю, извините, если неправильно. Они здесь яркие такие, мне тоже нравится мягкий переплет, но, в принципе, мне это не напрягает, я обращаюсь с книжками аккуратно, поэтому мне все устраивает. А здесь у нас, ты мой сладкий, болтает девчушка моя. Здесь у нас 400 страниц, издательство идет у нас, и описание. Сонное спокойствие маленького французского городка, нарушенное приезда молодой женщины Виан и ее дочери. Они появились вместе с шумным и ярким карнавальным шествием, а когда карнавал закончился, его светлая радость осталась в глазах Виан, открывшая здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. «Шоколад» — это история о доброте и терпимости, о противостоянии невинных соблазнов и загоснялой праведности. Одноименный голливудский фильм режиссера Ласа Халстрема был номинирован на «Оскар» в пяти категориях и на «Золотой глобус» в четырех. Извините, что я некоторые слова так не могу прочитать, что-то у меня с языком красноязычность. Красноязычность какая-то сегодня. У меня еще немножко простывше, горло болит. В общем, прошу меня простить, извини. И следующая книжка, которую я заказала, ну вот она немножко пришла в непотребном виде. В общем, я давно ее хотела почитать. Наверное, буду перезаказывать, если мне понравится книжка. Я думаю, что мне понравится. Уже в твердом переплете. Это «Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаимы. Зарубежная классика». Наверное, все слышали про эту книжку. Вот. И я решила тоже прочитать. Это у нас издательство «АСТ». В принципе, не очень она качественная совсем. Даже если вот эти книжки, они глянцевые, это просто какая-то матовая. Вот тут уже какие-то потертости у нее есть. Как будто бы ее кто-то читал уже, если честно. Вот так если посмотреть, видите. Как будто бы кто-то читал, загибал ее. Вот так вот. В общем, ну я, наверное, буду, если говорю еще раз, мне это нравится, я буду перезаказывать. Здесь у нас 254 страницы. Так. «Жизнь взаимы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что терять сущности уже нечего. Это любовь на грани обреченности. Это роскошь на грани разорения. Это веселье на грани горя и риск на грани гибели. Будущего нет. Смерть не слово, а реальность. Жизнь продолжается. Жизнь прекрасна». Буду читать. Наверное, многие, я думаю, читали эту книжку. Но я вот как-то пока у меня до нее руки не дошли. И немножечко мелочушки. Совсем чуть-чуть. Это вот такая вот раскраска. Котики раскрасят за 5 минут. Это, наверное, раскраска антистресс больше идет. Я люблю кошечки. Я собираю кошечки. Я уже рассказывала. Это даже что-то типа блокнотика у нас идет. И раскраска. Видите, тут вот открываешь так. Здесь котик. Здесь что-то записывать можно. Интересная вещь. Я говорила, что я и кошечек собираю. Ну, статуэтки. Кому интересно, могу снять видео. У меня, правда, небольшое колец. И плюс я собираю блокнотики. Да, вот такая вот у меня какая-то новая пристрастие. И заказала я вот такой интересный блокнотик. Мне нравится, в принципе. Очень интересно. Стоил он недорого. Честно, по цене уже не помню. И также заказала два вот таких маленьких блокнотика в свою коллекцию. Самые простые. Вот с жирафчиком такой веселым. Мне очень понравился. В сумочку удобно положить или еще куда-то. Кому интересно, могу также снять свои блокнотики. Какая у меня коллекция. Правда, тоже небольшая. Здесь обычные странички в клеточку. Здесь тоже самое. Вот такие два малюсеньких, красотусеньких блокнотика. И последнее это то, что мне пришло в подарок. Там в лабиринте у них была какая-то акция скидки. Им там 10 лет или сколько лет. Я уж точно не помню. Вот. И в подарок мне пришел вот такой вот блокнот. Знаменитый у подростков. Это продолжение бестселлера. Уничтожь меня. Я так поняла, видимо, был какой-то предыдущий блокнот. Уничтожь меня везде. Новые задания внутри. Вообще я еще так не разобралась. И тут вот всякие задания в этом блокноте, допустим. Открываешь. Эта книга принадлежит. Пишешь кому. Напиши своими белыми цветами. Напиши свое имя неразборчиво. Напиши своими малюсенькими буквами. Напиши свое имя заданно вперед. Напиши свое имя, как можно будет. Адрес, номер телефона. Москва. Издательство у нас Э тоже идет, да. Продолжение книги сенсации. Уничтожь меня. На этот раз Кэри Смит предлагает вам взять блокнот с собой в кино, кафе или парк, чтобы почувствовать, что для творчества не существует рамок. Множество новых способов уничтожения, по которым вы уже успели соскучиться, ждет вас внутри. Продолжайте развивать креативность, экспериментировать и делать то, что никогда раньше не решались. Вот такие дела. Ну, это для подростков, для школьников. Вот тут инструкция. Всегда носи этот блокнот с собой, следуй всем указаниям, неважно в каком порядке. Интерпретируй инструкции, как хочешь, экспериментируй. Поставь свои собственные номера страниц, утопи эту страницу, ну, нарисуй здесь маршрут общественного транспорта, придумай собственный метод уничтожения, возьми салфетку в кафе, напиши на ней что-нибудь, секретное приклей сюда. Вот такой интересный блокнотик. Я, наверное, его сейчас приберу, сохраню для своей малявочки. Ну, для старшей я уже говорила, что в школу она у меня ходить, к сожалению, не будет. Читать она тоже не будет, но это лирика отступления. А малая это будет. Я думаю, ей это будет интересно, хотя, наверное, когда она пойдет в школу или когда она будет подростком, у них, наверное, будет что-то другое интересное. Но, тем не менее, оставлю, пусть будет. Вот такой вот небольшой у меня был заказик. Книжный, канцелярии немножко, так сказать, блокнотики. Вот. Как смогла вам рассказала, уж не обижайтесь, что немножечко так читала, немножко волнуюсь. Простите, на этом я буду заканчивать свое видео, буду для вас готовить что-то новое снимать. И на этом я буду говорить всем пока-пока, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!